Да, это Лайф. Вы с нами, и это правильно. Гендиректор специального лётного отряда России сегодня оказался под арестом. Пока домашним арестом басманный суд поместил под стражу Ярослава Одинцова. До 6 ноября его подозревают в превышении должностных полномочий. Чиновник может быть замешан в махинациях при госзакупках. Ущерб бюджету свыше 40 миллионов рублей, если не больше. В Кремле о громком аресте уже знают. Самолётами России летает глава государства. Я напомню, министры, сотрудники ФСБ, то бишь силовики. Поэтому и требования к безопасности и обслуживанию самые-самые высокие. Спецотряд подчиняется управлению делами президента. Однако жульничать служащим предприятия ничто не мешает. Как мы видим, следователи подозревают многих сотрудников, некоторых из них, в махинациях при покупке кондиционеров для лайнеров. Контракт заключили с фирмой-посредником, которая предлагала самые невыгодные условия. Компания завысила цен на оборудование в несколько раз по сравнению с конкурентами. Несколько слов о деньгах и вообще, что из себя сегодня представляет спецотряд России. В прошлом году здесь завершилась одна из самых крупных закупок новой техники, лётной техники в истории. Парк пополнили 9 самолётов, 2 новых Л-96. На таких летает президент, премьер, 2 Ту-204, 3 Ту-214 и 2 Сухой Суперджет-100. Весь контракт 9 миллиардов рублей. Так что 40 миллионов на кондиционерах словно капля в море, говорю я с горькой иронией. Потому что предполагаемые преступники не гнушаются воровать даже на глазах у главы государства. Никого не боятся. Для сравнения, президентский авиапарк США насчитывает только 6 самолётов. Из них непосредственно для президента предназначены 2 Боинга 747, основной и резервной. Оба 1990 года постройки. Кстати, мысль о том, чтобы президент Российской Федерации летал на иностранном самолёте, возможно, и приходила в голову некоторым сторонникам западных ценностей в период большой дружбы с США. Но купить представительские Боинг в ельцинские времена всё же не решились. Экономические трудности 90-х годов, общеизвестный исторический факт. Кроме того, фронтфюзеляжный отечественный лайнер оказался достаточно хорошим. Таким он остаётся и по сей день борт номер один Путина. Модель Ил-96-300, ставшая базовой, имеет взлётный вес до 250 тонн, может развивать скорость свыше 900 км в час. А что касается дальности беспосадочного перелёта, то о ней известно, что она превышает 9 тысяч километров. Это показатель для серийных образцов. Но насколько превышает, насколько именно, пока цифра держится до сих пор в секрете. Все узлы и детали в этом самолёте российского производства, в том числе и двигатели ПС-90А, возможно, не столь экономичные, но зато надёжные. Общая стоимость одного самолёта по разным оценкам составляет до 60 миллионов долларов. Одна только голландская краска, которая окрашена в фюзеляж, стоит 100 долларов за килограмм. Такая эмаль улучшает обтекание воздушного потока и в итоге экономит топливо. Интересно посмотреть и на эти сметы, нет ли здесь тёмных пятен. Самое интересное, конечно, внутри борта номер один. Там и система управления вооружёнными силами, включая ядерный потенциал, рабочий кабинет, ванная, душевая, туалет, кухня, конференц-зал. Ну и кроме всего прочего, комната отдыха с двумя кроватями. По сети гуляют фотографии интерьера президентского самолёта. Картинки, конечно, завораживают. На борту 10 бортпроводников, половина девушки. На работу всех принимает так называемая мандатная комиссия. Учитывается не только профессионализм, но и такие важные личные качества, как уровень интеллекта, смелость, патриотизм. Это уже забота Федеральной службы охраны. На этого работника не сразу допускают. На спецсамолёт существует определённый испытательный срок. Что касается оплаты, то её размер не разглашается. Остаётся лишь догадываться.